Небольшая разминка, затем станции. За 7 минут нужно успеть проявить всю свою силу и ловкость. В Капаэре, например, попасть по мини-груши. Причем в бразильском боевом искусстве важна точность удара. Здесь тоже бои, только виртуальные. В Mortal Kombat сражаются ребята из строительного колледжа. Пока игрок на поле боя тактично управляет джойстиком, команда поддержки волнуется в реальности. А на этой станции ребята побеждают сами себя. Любое промедление – минус команде. Юноши и девушки в одинаковых условиях. Приседания, поднятие гири и стойка на руках. Так держатся почти две минуты. На выбор либо сэндбэгом приседать, либо гирю до подбородка делать. Остальные в планке стоят. Мы готовы спортивно. МГА чемпион. Чемпионами считают себя участники всех десяти команд, которые собрались на спортивный праздник студентов в ВГУ. На десяти различных станциях ребята проверили не только свою физподготовку, но и другие знания. Называли по фотографиям известных спортсменов, прошли тест по оказанию первой медицинской помощи. Основные вопросы, ключевые моменты ребята отвечают правильно. Что нужно сделать при травме позвоночника, то есть то, что мы не перемещаем пациента, ребята знают. Это как дело сердечно-лепочную реанимацию, чем обрабатываются раны, как остановить кровотечение, как наложить жгут правильно в холодное время года и как летом непосредственно. А вот эта станция, пожалуй, самая красивая. Грацией гибкостью студентки меряются с девушками-чирлидерами. Сложность в том, что стойки нужно делать, опираясь на плечи своей команды. Это очень сложно, это тяжело. Думали, там банальные будут приседания, бег, прочее, прочее, мяч там кинуть, а чирлидинг и все остальное. А ты это ничего никогда не делал. Я первый раз вот в такой стойке. Готовиться к состязаниям студенты начали заранее. Целую неделю в учебных заведениях проходили спортивные перемены. Учащиеся в вузах и СУЗов устраивали массовые разминки между занятиями, снимали ролики и распространяли их в соцсетях. Спортивный фестиваль – один из этапов городского фестиваля студентов, который организует молодежный центр Горком-35 уже во второй раз. Следующее подобное соревнование будет через неделю, 25 ноября. Мы встретимся с остальными участниками нашего фестиваля здесь, в этом зале. И они также пройдут 10 этих этапов. По результатам этих двух дней составят рейтинговую таблицу участников. А общие итоги городского фестиваля студентов подведут в январе, в День студента.